Когда я начинал похудеть, я понятия не имел, как это делается, потому что я не диетолог, я не нутрициолог. Я хотел похудеть, но я не знал, как. Естественно, что начал искать информацию в интернете. Информации огромное количество. Одни говорят одно, другие говорят совершенно противоположное. И понятно, что я делал ошибки, невозможно следовать советам и одних, и других одновременно, потому что экспертные мнения, они часто бывают диаметрально противоположные. И в конечном итоге я долго пытался так и пытался этак, и в конечном итоге я нашел некую свою, скажем так, систему, объединив где-то там и объединив и вычленив то, что мне не подходит, и объединив то, что мне подходит. И в конечном итоге, да, я похудел на 30 килограмм. И с тем, как я питаюсь, и с тем, что я рассказываю, похудело уже огромное количество людей. Уже очень много людей, за время, что я веду ТикТок, примерно 3 месяца, похудело уже много людей. Пишут, похудели на 15 килограмм, кто-то на 20, кто-то на 10, кто-то на 8, неважно. Но люди худеют. Худеют именно с тем методом, который я вам рассказываю. В этом методе нет ничего сверхъестественного. Да, это просто дефицит калорий и определенное правильное распределение еды в течение дня. Трехразовое питание и так далее. Метод очень простой, в нем нет вообще ничего сложного. Ну, надо считать калории. Ну, нужно, да, исключить какие-то вредные продукты, которые я считаю вредными. И тогда будет результат. Поэтому, кто хочет худеть хорошо и так же, как я, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, смотрите мои видео. Я в них рассказываю все очень подробно и очень все доступно. Вот. А у меня сейчас завтрак. Это вот такой вот омлет из яиц, огурец, белки, селедочка, полезные жиры, которые нам необходимы. Полезные жиры и белки замечательно вместе усваиваются. Вот такой вот хлебец со сливочным маслом. Сливочное масло тоже нам нужно. 15-20 грамм в день. Это замечательно. Вот так вот. Ну, и огурчик. Поэтому всем, кто завтракает или всем, кто ест, приятного аппетита. И худейте с удовольствием. Ак! Ак!